Доброго времени суток, уважаемые зрители, вы снова на канале Остроумно, где мы делимся с вами полезной и просто интересной информацией в этом выпуске. Народные приметы на 17 мая, День Баклушников. Известно, что именно 17 мая крестьяне пытались заготовить материал, который впоследствии можно использовать для изготовления деревянных ложек. Говорили, что человек, который родился 17 мая, может понимать язык животных. В православной церкви 17 мая почитали память святой Пелагеи, которая являлась заступницей птиц. Также с этого момента начинались майские грозы, а те, которые случались ранее, считали случайными и единичными. Огородники в день 17 мая должны были отпугивать не только вредителей, но и нечистую силу. Для этого они помещали в надтреснувший горшок немного крапивы, вырванной с корнем. В старину день 17 мая называли по-разному Пелагея, Пелагея-заступница. Считали, что Пелагея покровительствовала невинным девушкам и птицам. Именно к Пелагее обращались, если требовалась помощь невинным людям. Крестьяне 17 мая специально рубили клен, березу или липу, заготавливая сырье для изготовления ложек. С древних времен именно они являлись символом зажиточности и сытости. Поэтому ложки часто украшали причудливой росписью и резьбой, а затем преподносили в подарок. Это считалось очень престижным. Часто носили деревянные ложки с собой, сложив их в специальный футляр. В садах тем временем начинали цвести груши, яблоки, вишни и их старались прививать именно в этот день. Наблюдали за природными явлениями, приметами и старались предугадать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы. Народные приметы на 17 мая. Журавль свил гнездо в низине, можно хлеб в мокрых местах нанизывать. Если же птица гнездится высоко, значит хлеб в низинах попреет. Майских жуков много, будет засуха. За цвела калина, можно сеять на грядке огурцы, тыкву, бобы, кукурузу. Нет росы утром 17 мая, погода изменится. Появились сережки на цветущих кленах, можно свеклу высаживать. Кукует кукушка, примета к тому, что погода будет хорошей. Частый и сильный дождь, предвещает богатый урожай. Если воробьи носятся по небу стаями и не находят себе места, ветер будет. Бледное солнце, плохая погода продержится долго. Цветет терн, вторая половина мая будет холодной. Это все, что мы хотели вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, а также не забудьте перейти на наши странички в инстаграм и фейсбук, ссылки есть в описании. Услышимся!